Президент Азербайджана Президент Азербайджан Президент Азербайджана Их разоблачает Они начинают ему противодействовать То они прикрываются армянами, то Карабахом То изобретают какие-то обвинения С каждым разом все более изощренные Поэтому это противостояние нового мирового порядка Который идет на смену И старого, который не хочет уходить со своего пьедестала Но история подсказывает, что французское противостояние долго не продлится Считает он Что касается милитаризации Армении, продолжил наш собеседник, Франция хотела бы обойтись минимальными возможными усилиями, просто поиграть своими французскими мускулами, зарядить мушкет и выстрелить в воздух. Это скорее акт устрашения. Но я не думаю, что столкнувшись с решительным противодействием Азербайджана, Франция пойдет дальше. Нет, она скорее отступит. Франция не может себе позволить сейчас разжигать войну. Она играет мускулами, надеясь, что увидев мощного французского петуха, глобальный юг и новый мировой порядок отступят. Но это не так. Так что логика процесса диктует ослабление старых неоколониальных держав, и Франция здесь находится в разряде скорых проигравших, подытожил Алексей Наумов. Напомним, что 10 января президент Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам заявил, что Азербайджан будет способствовать разоблачению французского неоколониализма и способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига.